Оригинальный танец «Цыганочка», который вы с блеском показали в этом сезоне. Занимали второе место, между прочим, на чемпионате мира. Получили в том числе из-за этого программы серебряную медаль. Никаких вопросов у людей не вызывает, кроме просто такого щенячьего восторга. Насколько вы интересуетесь тем, что происходит в жизни цыган, гаданиями? Общались ли с каким-то представителями того или иного табора? С табором не общались, но в процессе того, когда этот танец начинался ставиться, мы ходили в театр «Ромэн» и смотрели постановки. То есть вот именно пытались понять... Вживались в образы. Да, что такое цыгане и как это вообще попытаться изобразить на льду. Потому что на льду это, конечно, гораздо сложнее, чем на полу изобразить. Да и тем более вы не совсем цыгане, что говорите. Ну, в общем, да. Называй вещи своими венами. Вот, и пытались хоть какую-то частичку вот оттуда подчеркнуть для себя. Ян, вы не можете глаз оторвать от себя любимых в этот момент. Я сейчас критически рассматриваю мелкие какие-то, может быть, я уловлю. Мы сейчас, на самом деле, не видели себя со стороны ни разу. Сейчас заодно и посмотрите чуть-чуть. Можно смотреть, отвечать на вопросы, что же такое цыгане-то, ребята, в итоге? Или кто такие цыгане? Цыгане очень свободолюбивый народ, очень эмоциональный, очень характерный танец цыганский. И вот мы перед чемпионатом мира как раз уделили особое внимание работе над оригинальным нашим танцем с хореографом Статьяной Владимировной. Вот, и я считаю, что она нам очень помогла в раскрытии именно вот как раз нашего образа. То есть вы не считаете, что в простой жизни были цыганкой, Яна? Нет, не считаю. А вы, Сергей? Да нет, мне тоже. Коней не воровали, как вы думаете? Лошадей, в смысле. Да все возможно, точно не помню, что там. Но думаю, что нет. Ледовая часть подготовки всегда начинается у вас на суше, это не секрет. И поэтому давайте вы меня неразумного сейчас научите парочке каких-то элементов. Из вашей программы в нашей скромной студии. Согласны? Возвольте. Хорошо. Поехали. А сейчас, внимание, соль программы сборной России с Яной Хохловой и Сергеем Новицким. Здесь в студии, в наших полевых сборновских условиях мы демонстрируем цыганочку. Вернее, демонстрируете вы, а я учусь и наблюдаю за вашей демонстрацией. С чего вообще начинается, цыганочка? Покажите, друзья мои. Сначала. Есть несколько характерных движений. Это движение плечами. Сначала без музыки попробую. Вот движение плечами должно выглядеть так. Я так никогда не сделаю. Сергей, покажите. Нет, у мужчин у них вот такие вот движения, все открытые. То есть они вот этого не делают. Это чисто женское движение. Это демонстрация женских достоинств. Нет, женские романсы я принципиально не пою. Хорошо. Это все понятно. Сереж, покажите, пожалуйста, еще разочек. Ну, вот так. Или вот так. Вот такие вот резкие. А давайте сейчас под музыку. Дайте музыку в студию, и мы сделаем все это вместе. Внимание. Можно начинать. А, это не находит. Вот-вот, Дима. Даша. Отлично у вас получается. Отлично, отлично. Это женские движения. Это все женские. Но мужиков, в принципе, не так и много. Они в основном вот руками или вот этой ногой. То есть вот это вот, ну, хорошо, ну, допустим, вот это все понятно. То, что делал Леонид Быков в блестящем фильме «Атыба, атышли солдаты», тоже мы видим. Слушай, покажите, покажите чуть-чуть, я на вас посмотрю. А потом попробую повторить. Ну, опять же, у мужиков не так много движений характерных. Покажите те малые мужицкие движения в цыганочке, которые есть. Ян, вы можете помогать. Ну, в конце концов, на льду вас все видели, а в студии можно не стесняться и не скромничать. Поехали. Ну, в общем, мне все понятно. И теперь под занавес. Я уже даже пытаться не буду, потому что на вашем фоне, конечно, смотреться плохо не хочется. И уже посмотрел... У вас неплохо получалось. ...поддержку слабо сделать. Учитывая каблуки... Ну, придется пожертвовать. Каблуки не коньки, сказал Сергей Новицкий. Итак, внимание, сейчас откуда поддержка-то у нас? Это поддержка наша первая из оригинального танца, которая у нас была там. Сейчас мы ее попробуем изобразить здесь на полу. Аккуратней. Конечно, друзья, велик соблазн попросить Яну примерно то же самое сделать с ведущим программы сборной России. Но не буду этого делать, потому что этим людям еще на Олимпийских играх выступать и выигрывать не один чемпионат мира, как мне представляется. Спасибо, что пришли. Спасибо за ту красоту, которую вы подарили на чемпионате мира. В этой студии всем нам. Я надеюсь, что бронзовые награды на мире и на Европе только первой ласточке ваших больших грандиозных побед. Потому что действительно от вашего катания просто вся страна стонала. И делала это с удовольствием. Приятно. Спасибо. Спасибо. Яна Хохлова и Сергей Новицкий были гостями программы сборной России. Бронзовые медалисты чемпионата мира и Европы по фигурному катанию. Всего доброго, счастливо.